МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня председатель Самарской областной писательской организации Александр Громов. Здравствуйте. Добрый вечер. Александр Витальевич, мы сегодня с вами поговорим о литературе, о годе литературы, который проходит в нашей стране в 2015-м, и о конкурсе, о котором я сейчас начала говорить, конкурсе Семена Табачникова. Что это такое? Мы очень хорошо начали со стихов Семена Табачникова. Мы, мне кажется, очень должны, очень хорошее начинание, что вот память наших людей, которые очень много сделали для Самары, для Самарской области, она должна оставаться, жить, она должна... Вот у нас есть замечательный конкурс Удуарда Кондратова литературный. Вот сейчас, в том году, у нас такая была попытка очень интересная и, мне кажется, очень своевременная, потому что сейчас, вот, например, у нас театралы жалуются, что нет, у нас мало пьес современных, именно современных. И тем более нет пьес авторов, которые вот были бы наши. И Самарские, Самарской области. И вот возникла такая идея, посмотреть, собственно говоря, что мы вот имеем. И Семен Михайлович Табачников вот очень много сделал в свое время и для Самартов. Со Самартом сотрудничал с театром драмы. Логично было бы назвать вот конкурс его именем, и то, чтобы память о нем вот жила, жила среди людей. Много людей хотят участвовать в этом конкурсе? Я скажу интересную вещь. Вот в прошлом году, когда мы проводили, мы, честно говоря, сами боялись и не знали, как это получится, сколько, что. В прошлом году было 13 пьес нам прислали. Провели, отобрали три лучших пьесы, в наш взгляд. Премию получил первый Игнашов Александр, вторую Добрусин и третью Савина Ольга, это из города Тольятти. И самое интересное, что там было, ну, во-первых, конечно, вот приятно, что по пьесе Игнашова, которая заняла первое место, уже снят фильм. О как. Да. Причем снимал здесь «Стояние Зои», он снимал здесь у нас, в Самаре. Думаю, что вот, может, увидим его в конце, может, этого года покажут нам его. То есть это прям даже не театр, а экранизация, да, произошла? Да, получилось именно так, и нам отрадно, что вот тоже так совпало. И мы... Прошло действительно очень хорошо. У нас первый прошел... Я очень действительно боялся, потому что не знал, как это будет выглядеть, потому что мы очень хотели не просто представить эти пьесы, как их представить, мы же не успеем их поставить. И была договоренность, нам очень помог в этом Самарт, и Александр Александрович Мальцев, режиссер Самарта, мы, он сделал такую читку пьес самых лучших, мы отобрали, которые мы уже знали, кто нас будет получать. Вот они были прочитаны. И я, честно говоря, очень волновался из-за того, что как это будет, все-таки актеры мне играют, сидят статика некоторые. Но получилось только все изумительно. То есть эти отрывки, и люди, которые были в зале, почувствовали эти пьесы, и, в общем-то, получалось очень здорово. И сейчас, конечно, уже когда мы думали... Конечно, мы уже думали о продолжении. Вот тогда у нас возникла идея обратиться в департамент города, чтобы нам помогли финансово, потому что мы чувствовали, что будет размах более, скажем так, масштабный. Сейчас я расскажу, что мы не ошиблись. Приятно не ошиблись, но тоже, знаете, как всегда бывает. Приятные ошибки, они потом вызывают... Много надо поработать потом, чтобы это все сделать. Потому что вот сейчас у нас мы принимаем пьесы до 1 октября. Уже поступило 37 пьес. О, какой! Не 13, а 37 пьес. Большой разрыв уже какой. И масштаб такой от Питера до Томска, Новосибирска. То есть мы решили выйти за пределы Самарской области. И получилось... То есть была какая-то дана информация о том, что не только Самарская область может участвовать, да? Да, по новому положению мы пригласили участвовать в другие регионы. И наше ПФО, наш федеральный округ весь представлен полностью. От Астрахани до Кирова, до Вятки. Как ни странно, из Самары пока мало пьес. Вот из них, из 37, пока только 4 из Самарской области. Но это, видимо, наши, как всегда, знаете, кто ближе живет, тот все время в последний момент. Последнюю очередь. Так что я думаю, что будет еще больше. Но вот сам круг, во-первых, широкий. Во-вторых, конечно, я уже думаю, что... Я уже начал читать. И, собственно, в реченном жюри тоже уже разослал часть. Вот то, что поступило до 1 сентября. Есть действительно пьесы, которые мы будем публиковать в журнале. Будем лучшие пьесы. И уже возникло вопрос, наверное, как приглашать людей. То есть, если раньше были самарские, итальянские, все просто, приехали и все. Но мне понравилась уже реакция того же Александра Александровича Мальцева. Он говорит, да мы тут поставим, мы даже попробуем кусочки сыграть с актером. Потому что, действительно, вот эта волна, которая была вызвана, которая была поддержана городом, что судно-отрадно. Понимаете, и Самара становится... Если мы сейчас приглашаем, если мы сможем дальше продолжить эту линию, Самара может стать еще таким вот центром. И так у нас театральная столица, в общем-то. Потому что театр у нас замечательный. Сейчас мы знаем, как у нас губернатор занимается театрами. Сколько сейчас делается, какие театры у нас собираются вести. Тот же Самар, там какая-то уникальная сцена готовится. Очень хочется, сказать, на нее посмотреть. И вот если мы еще сможем аккумулировать тех современных авторов, Которые пишут современные пьесы, современные темы. Меня, правда, смущает, что очень много пьес... Я прочитал только третью всего лишь. Пьесы эти очень разнообразные. Там есть пьесы о героях, о Белой гвардии. Есть пьесы из Севастополя нам прислали, но я еще, правда, не читал ее. Вот меня смущает... Не то, что смущает, а как настораживает, что очень много там пьес одиноких женщин, Которые все пытаются уйти замуж. Вот таких уже процентов, наверное, 30, да, такая там. Причем все по-разному происходит, разное решение вопросов. Но я говорю, что это... Отрадно, что Самара становится таким центром, который аккумулирует вот все эти вот... Людям хочется высказаться. Они вот лежат где-то там, там, может, склируют, там, в Нижнем Новгороде. И это нигде не находит выхода. И вот вдруг мы даем такой шанс. Хотя бы просто люди. Потом мы когда закончим сбор всех пьес, мы обязательно выложим все их на сайт. То есть люди могут сами читать, сравнивать, что они написали. И вот это даже вот момент сравнения, когда ты увидишь, что ты сделал, что делают другие, да, про тех же самых, других женщин, да, что пишут. Это очень много помогает. То есть творчество еще заключается в том, что всегда должен идти, двигаться, иметь толчок и не повторяться. Вот мы живем... И некоторые другие, да, смогут на этот сайт вылезти, посмотреть и, может быть, кто-то выбрать. Да, мы будем счастливы, если эти пьесы, которые, вот, скажем, открывают их Самара, что они пойдут в другие городах. Да мы просто счастливы. Сейчас почему там еще второй год проходит, и еще будет новшество у нас такое, что мы очень хотим успеть. У нас вообще будет, вот, как говорится, скажи, хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах, да. Но мы уже вроде как договорились и наметили дату, что 25 ноября в Доме актера мы постараемся провести торжественное вручение. В общем-то, вот, я думаю, что так оно и будет. Скорее всего, это будет в 3 часа дня, в 3 или в 4, мы еще должны говорить, да, это время. Но 25 ноября следите за информацией, приглашаем всех. И я говорю, что Александр Александрович Мальцев обещал, что мы уже не просто читку устроим, а какие-то отрывки, фрагменты. Может, он сможет со своими учениками проиграть. Слушайте, ну это получается какое-то не просто литературное, а такое общетворческое сообщество, да, которое включаются все, артисты еще, музыкантов можно подключить для сопровождения. Конечно, очень большую помощь оказывает Гальченко и Дом актера. Это Тамара Воробьева, которая там очень много занимается. Это без них будет ничего не получилось. Хорошее инфекционное сопровождение – это Ирина Светкова. То есть вот такой союз, творческий союз, конечно, это очень важно. И я, кстати, очень радуюсь, что в Самаре именно такой творческий союз существует. У нас есть ассоциация творческого союза, где мы очень много общаемся и друг другу помогаем. Поэтому общему усилению всегда можно сделать больше. Ну это не странно, потому что Семен Табачников, он ведь был и писателем, и журналистом. И в театральной деятельности тоже занимался, поэтому тут такое… Это как раз очень логично. Хорошо. Год литературы в стране был объявлен. Год литературы. Удачен ли он для Самарской области и для города Самары? Плодовит ли он? Ну, как плодовит? Плодовит. Можно много плодиться, плоды были хорошие. Но я думаю, что мы вот движемся… Мне очень радуется. Вот понимаете, вот литература – это какая-то… Мы должны сейчас все бросить заниматься годом литературы. Но я радуюсь, что мы идем поступательно и, наверное, без таких-таких вот скачков, что вот мы сегодня где-то провели, а завтра забыли. Есть, идет нормальная, спокойная работа. Меня радует, что постепенно увеличивается, например, количество литературных студий в городе. То есть, куда могут прийти авторы, начинающие или там, как называется, самодеятельные, самобытные, или там, народные, как сегодня Меркушкин сказал наручение, которые могут быть заниматься, проявлять себя. Вот это же здорово. Вот открыли новый ДК «Заря». То есть, там должна, я думаю, появиться какая-то литературная студия. То есть, вот люди имеют возможность общаться творчески. Это очень важно. Ты хочешь делать зенокое, но всегда, когда не будешь иметь общение с такими же, как ты, людьми, ты очень много теряешься, замыкаешься, и ты уже начинается не творчество, а безумие какое-то. Поэтому всегда общение – это очень важно. И вот появляются студии литературные. Вот я радуюсь, что сейчас вот будет День города, и он в основном посвящен будет Дню литературы. Будет очень много разных площадок. И одна из них будет посвящена тому, что на ней будут представлены несколько литературных объединений города. То есть, они могут уже, авторы, там прошли какую-то обработку, прошли какую-то там стажировку, как-то поработали, поварились, и лучшие их стихи там будут представлены на этой площадке. Это здорово. То есть, мы увидим, насколько богата палитра, городская литературная палитра Самары. Вот опять же о том, что говорить, что вот как бы это получается, работа идет, а вот такой площадки никогда не было. И она появилась именно в год литературы. То есть, вот год литературы является таким каким-то моментом, что мы можем посмотреть, что сделано и куда двигаться дальше. Вот тоже у нас с журналом «Русское эхо». Он выходит уже у нас 20 лет. Вот журнал у нас вот буквально сипоградный нам перевез сентябрьский номер. Только что вышел девятый. А в этом году тоже для нас такая вешка получилась. У нас вышел, выходил сотый номер «Русское эхо». Вот он у нас такой. Мы собрали здесь все лучшее, что у нас было издано за последнее время. Получилось такое золотые страницы. Это уже второй том. Первый выходил, когда у нас был 50-й номер. Вот теперь сотый номер. И вот я считаю, что такая уже антология. Теперь уже не только самарская литература, потому что журнал «Русское эхо» он всероссийский журнал. У нас очень много авторов не самарских. Что-то уже опять же отрадно присылают от сюда. То есть, журнал становится популярным. И вот я уже говорил, что здесь 180 авторов представлено. И почти 100 из них это не самарцы. То есть, вот журнал уже приобрел такое всероссийское значение. Его читают, его пишут, он на него подписывается. Поэтому тоже вот такое событие очень знаковое для нас. И, конечно, для нас еще очень важно, для авторов, конечно, очень важно, как книги уходят. И вот в этом году у нас буквально 19-го числа, 13-го числа будет День города на Санабережной, куда мы всех приглашаем. Кстати, там будет не только выступление наших писателей, наших летов объединений. Вот город очень здорово организует. Там будет представлена еще такая выставка продажи. Уж насколько продажи, я не знаю, но выставка то, что люди могут прийти посмотреть. Книжная ярмарка, это назвали эту историю? Правильно, вот вы говорите, ярмарка. То есть, нужно прийти посмотреть и увидеть, что у нас происходит. Потому что беда еще в том, что мы, конечно, стали менее, наверное, коммуникабельны. Мы не знаем, что творится не то, что в соседнем районе, но порой в соседнем дворе, в соседней улице. И вот общение, когда ты опять же видишь, что вот есть книги, которые близкие по духу люди, они вдруг живут там буквально с тобой, может быть, через улицу, познакомиться, пообщаться, это очень здорово. Я, конечно, тоже благодарен. И мы тоже думали об этой площадке такой, чтобы собрать все летов объединения, как-то произвести такой день для них, чтобы были представлены, чтобы они могли почитать стихи друг другу, что-то услышать новое, что-то, что-то сказать, я так писать никогда не буду, я, наоборот, буду лучше делать. И вот такая площадка и получается. То есть прообраз может быть в будущем, что в будущем будем проводить мероприятия чаще. Это тоже очень знак, очень важно и замечательно. В этом году вот недавно буквально тоже было подписание у нас соглашения с Думой. Сейчас, правда, не знаю, как у нас там, что у нас будет с Думой. Но мы подписали, и я думаю, что у нас очень хорошее отношение с департаментом культуры городским, с департаментом образования, очень тесное отношение, мы очень много сотрудничаем. И вот проводится такой уникальный чемпионат, политический чемпионат среди школьников. Такого нет нигде. Он, по-моему, седьмой, да, раз уже будет проводиться? Да, седьмой уже будет проводиться. Уже такой традиционный чемпионат. Да, он традиционный. И, опять же, очень радостно, что он для чего сделан? Для популяризации творчества больше всего. Это не значит, что там у нас там будет, например, последним выступало там 42 команды. В каждой команде 5 человек. Это не значит, что у нас будет 210 поэтов, кто подготовил. Нет, ни в коем случае, хотя там очень талантливые ребята есть, которые мы, кстати, печатали в журнале, которые на студию приглашаем, теперь они получают какое-то дальнейшее развитие. Но ребята в ходе этого турнира поэтического, они больше знакомятся с проведением. У нас, например, конкурс классики начинается сюда, и там у нас обязательно начинают прочитать творение самарского автора. То есть мы тут же оцениваем, кого они выбрали, кто интересен ребятам. А, естественно, чтобы кого-то выбрать, надо кого-то еще почитать. То есть вот уже тут даже в этом, в самом начале, с первого конкурса мы приобщаем их к самарской литературе. Ну и на продолжение всех конкурсов мы стараемся вот именно какие-то давать навыки. Потому что, естественно, стать поэтом научить невозможно. Можем дать какие-то подсказки, можем дать какие-то направления. Талант должен быть. А тут уже как Господь решит уж, куда там. Вот вы говорили в связи с этим вот конкурсом, вы говорили, употребляли такие термины, как турнир, матч. То есть больше спортивной такой направленности. Почему вы так говорите, как бы... Вы послушайте губернатора. Там все время спортивно связано. Я, конечно, шучу, утрирую. Но дело в том, что происходит... Вот интересно, мне это сказали, что в очень проникновении, когда вот там в театре работал, и стихи писал, и прозу, и пьесы. Наверное, здесь тоже мы ищем формы, которые можно наполнить таким литературным содержанием. Может быть, более активные, более интерактивные, более интересные, более, может быть, понятные. Вот. И так вот получается, что там действительно получается турнир, когда у нас проходят отборы в районах. Откуда выходят люди в полуфинал, потом в полуфинал, в финал. Но вопрос, конечно, главное содержание. То есть мы стараемся наполнить именно таким литературным поэтическим содержанием. И чтобы было интересно ребятам Потому что у нас там обязательно есть болельщики У нас там конкурс болельщиков проходит И опять же, когда он проходит конкурс болельщиков Мы стараемся вопросы задавать Именно связанные с историей Самарской литературы То есть даже если ребята не ответили На этот вопрос, а не смогли ответить То мы рассказали об этом человеке Они, по крайней мере, заинтересуются То есть вот наша задача в данном случае такая Поэтому в этом году мы уже Конкурс будет стартовать буквально скоро Наверное, сразу после Дня города, к которому, опять же, возвращаюсь И, кстати, вот на Дне города мы очень хотим Представить, у нас уже есть такие команды Ну, очень закриндовавшиеся Проявившие себя, такие уже Близкие к профессиональным Матерые поэты, да, такие? У них там уже чуть не профессиональная сцена Там и все прочее они умеют делать Мы хотим тоже их представить, их вот визитные карточки В том числе, тоже вот 13 числа Они будут выступать И приходите, посмотрите, действительно, вот у нас когда слышат Что там плохая нас молодежь, тут у нас плохо Там хорошо, знаете, общаясь с ними И глядя на них Думаешь, да замечательно Хорошие, отличные ребята И когда-то они так живут этим Если они так это воспринимают Если они действительно пишут такие стихи Которые вот мы тоже по итогам турнира У нас выходят сборники, такие молодежная волна Ну, значит, мы не безнадежны Потому что народ, у которого есть культура Который хранит культуру, который хранит традиции И который живет в этой традиции Но развивает у него там, докостеневшая Развивает эту традицию Иначе эта жизнь у нас есть То есть и нам не стоит вешать нос Надо работать, работать, работать До будущего года литературы Когда мы там подведем еще очередные итоги Оптимистично очень, Александр Витальевич Ну, а нам как? Нам нужно быть оптимистами Мы не можем вешать нос Жизнь, она прекрасна В каждом движении В каждом облаке В каждом луче солнца Бога видеть, это же замечательно Творческий подход, это отлично Хочется вот про что спросить Вот современные авторы, да? Которые пьесы современные пишут Или прозу, стихи Вот есть вот этот отпечаток современности, да? Конечно, есть На том, что они пишут Ну, видите, парадок женщин Я вам сказал Одиноких Дело в том, что когда Читаешь что-то там Ну, Пушкина, да? Там, Есенина, классиков, так скажем Все равно там чувствуется дух времени Употребление выражений Слов, которые были уместны в то время Сейчас есть у нас вот это Пестрят у нас стихи Фразами про СМС, Айфон там Конечно, пестрят своими молодежи Там, да, если никуда же не денешь Но вообще я вам скажу так Что хорошая литература Она всегда вне времени Вот я как считал, что лучше Повести о любви этого Тургенева Там, Ася, Вешние воды И так до сих пор считаю Потому что, ну, время меняется Вроде там был 19, а сейчас 21 А чувства Человек остался тем же Чувства его остались тем же самым И, конечно, мы сейчас уже летаем на самолетах А не ездим там На боевых бричках И время Вот оно как-то убыстрилось Что-ли, сжалось, что-ли И у нас там Айфон Вместо... Вместо чего? Вместо ничего Вместо ничего Вместо ничего Вот, но Главное же Не внешняя атмосфера А то, что внутри человека Какой человек То вокруг него И, конечно, все эти В безденьку не денешься Атрибутика, она меняется Но Главная суть человека То есть вот Любовь к окружающему миру Страдание К ближнему Вот, наверное, те главные вещи Которые есть сегодня в этой позе Они проявляются Конечно Что-то добавляется Какие-то Детали, может, меняются Но человек тот же И он так же любит Так же страдает Так же переживает Это главное Ну, вам не режет, когда вы читаете Когда слушаете Если какие-то вот такие вкрапления Нет, но Про речь, если говорить Понимаете, русский язык Настолько богатый Настолько всеобъемлющий Настолько может воспринимать Какие-то формы Вот, понимаете Он может резать слух А может Я, например, не воспринимаю Когда там люди начинают Именно ради того, чтобы Показать Ради красного словца Когда это употребляется Это режет слух Точно А есть чувство у человека Чувство языка И оно будет так, естественно, звучать Что ты так и Может Спокойно у тебя пройдет Действительно, когда Вот Нет внутренней Вот это внутреннее состояние Которое тебе само подсказывает Какое слово поставить на это место Будет ли оно уместно Не будет уместно А когда ты хочешь чем-то удивить И начинаешь копаться Там в каких-то деталях И искать именно Вот я это слово скажу Никто его не говорил раньше Ну, это будет Просто ради красного словца И В основном это Проходит Мимо Ох, какое он слово Хорошее употребил И забываешь О чем эта книжка Это, наверное, те внешние эффекты Которые Они могут быть Но они должны сказать Из внутренней жизни человека То есть вот внутренний мир Вот он призывает к себе А не наоборот Не внешний мир Главный Вот мне кажется так Есть какие-то направления Можно ли выделить О чем предпочитают Нынче писать Современные авторы Вот какие-то блоки Может быть Или Как раньше было Что обо всем Или о любви Ну, если говорить так вот Знаете, вот Тут Такая Благодатная почва Исследования Это как раз Детское творчество Юношеское, скажем так Они открыты Они вот Что переживаю Что пишу Я помню Когда у нас Студия только открылась Литературный Предписатель Лет 20 назад Помню Там носили все Такие чернушные Эти Всякие Стихи Рассказы Гробы Всякие Кладбища Черные Это не значит Что все Я говорю Какая-то тенденция Которую Ты прочитал Я прочитал Здесь 15 пьес И видел Что вот эти Одинокие женщины Устраивающие жизнь Они доминируют Раньше такого не было Вот А потом появились Вот у молодежи В рукописях Появились наркоманы Вот их не было Их не было И вдруг они появляются Это не значит Что там Но они пишут Как спасают Как они все Просто они там живут Но их не было Они появляются В жизни Потом Где-то лет Наверное 5 назад Появилась такая тенденция Что ли Появилась революция Вот То они происходят На Луне То они происходят Где-то еще То где-то там Через 20 лет Но вот этот протест Он стал чувствоваться И тоже это не случайно Что появилось Опять же Я вижу Что многих молодых людей Не устраивает То что Вот Мир который складывается В мир вещей Который материальный мир Заключает давить Он Противен душе Его хочется против него Бунтовать Но вот понимаете Когда еще люди Не понимают Против чего они То есть они понимают За что они То есть они даже не понимают За что они понимают Против чего Вот я против Например Когда вот Мир денег Становится главенствующим Вот я против этого Давайте против этого Совершать там Бунт Но за что Неизвестно Вот этот дух разрушения Вот он сейчас чувствуется Вот в произведениях Ну И любовь Никуда не девается Она конечно проходит Красной нитью всегда Потому что Я говорю Это вечная тема И О ней можно писать Много И они пишут И любовь кровь Рифмует все Наверное Что там приходится Все начинается Но вот лучшие произведения Конечно Которые есть Они действительно Восходят Вот именно К этой любви Которая есть ступень Вот этой Любви к человеку Уже к любви божественной Когда начинаешь Первая любовь Когда ты ходишь Готов весь мир Обнять Весь мир расцеловать Вот когда Это у человека Проявляется Он скажет Пишет Наверное Получается Самое замечательное Произведение Вот еще хочется Поговорить Понятно Что мы стараемся Развивать молодежную Тематику Школьную Конкурсы в школах И прочее Но есть же еще Взрослые Наверное Писатели Которых мы стараемся Поддерживать Вот как у нас Эти два направления Разделены Или наоборот Объединены Я согласен Вот это очень хороший вопрос У нас вот Все-таки есть Я вот недавно У нас вышла книга Ивана Ефимовича Никульшина Служен работник культуры Такой вообще Это я считаю Совесть нашей организации Действительно Такой человек В лунном сиянии Называется сборник И там у него Главная Основная повесть Называется Усталость металла Вот она тоже вроде Как бы о любви В районе В селе Там вот Надо читать Хорошую Знаете О чем книжка Она плохая Ты точно перескажешь Это о том О том О том Хорошую не перескажешь Надо читать Сначала до конца И вот вы знаете Я взял ее читать И вдруг Меня появилось Таким чудесным Русским языком Такой классикой Вот именно Это все Я был в таком В восторге От всего этого После прочтения Всех этих То что про айфон И про все прочее Чудесная русская литература Русский язык Который сохраняется Вот Мне очень Хочется Чтобы Наши писатели Молодые Трагедия Еще 90-х годов Мне кажется Еще была в том Что мы Вот эта нить Она прервалась То есть Вот у нас Например у нас Писатели Там есть 45 Там лет 40 45 да Скажем так И потом идет Большой провал У нас следующие Писатели уже начинают 35-33 Вот тут все Полное Люди Которые воспитывались Как раз в 90-е годы Проходили школу Возрослели Скажем так Их нет в литературе То есть мы Потеряли Вот это целое поколение Это потерянная связь И вот сейчас Конечно очень важно У нас есть такое Замечательное мероприятие Жуевская весна Когда мы выезжаем Выступать в районы Я все время стараюсь У нас были Группы сформировались Так чтобы там были Какие-то наши Сакалы скажем так И кто-то вот из молодых Чтобы вот уже Передача шла На таком уровне Совместном То есть чтобы они Вместе выступали Чтобы они вместе Чувствовали друг друга Потому что это общение Еще раз повторяю Это очень важно И вот я говорила Что сейчас Иван Нефимович Никольшин А в прошлом году У нас вышла книга Очень интересного Автора Дмитрия Ахмедшина Ему только 26 лет Туда где Седой Могол называется Вот удивительный тоже язык Вот читаешь просто И поражаешься Как откуда это дается Ну это только вот Все еще присутствует Да это талант Понимаешь что Несмотря на все Вот на ту пропаганду Скажем Популярной литературы И ну Не притязательно То есть когда там На уровне Что вижу то пишу И там скажем Пришел ушел сказал То есть не Тот великий русский язык Который богат Как говорится Бытописание да Да бытописание тоже Может быть хорошим Но понимаете Когда есть такой богатый Русский язык Своими суффиксами Приставками Своим пониманием Чувством слова Со своими Глаголами Со своими замечательными Определениями Которые Не передаются На иностранные языки Вот появилась такая проза Когда читаешь И действительно Завидуешь языку Вот человек Который вот это написал И вообще у нас Конечно Молодое поколение Как молодое Уже говорю Тридцать там И меньше Оно тоже внушает оптимизм Они очень много делают Они очень много работают И я То есть вот На них очень надеюсь Что Наше дело Еще раз говорю Пока есть культура Есть культура А литература Она как раз Некая концентрация культуры Она слой в это выражает Ну мы не пропащий народ Это вот Дает оптимизм Веру в жизнь Говорят что они читают молодежь Читают Просто сейчас вот Многие библиотеки уже не ходят У всех же айфоны Как вы сказали Все прочее Открыл Скачал И читаешь Читают Очень много читают И читают Много интересной литературы Порой на судьях приходишь Они начинают мне Говорить А вот это там У какого-то автора Я не читал даже То есть я начинаю А где спрашиваю Где что Я вам пришлю Я присылаю Вы читаете новости В социальных сетях Нет Практически Я новости знаете Как узнаю Когда мне приходят Все время люди Начинают что-то рассказывать Это гораздо интереснее Потому что они же Говорят с комментариями Мне говорят Что уже Я более такую картину Получаю мира Сейчас многие люди Когда скучают Где-то там На скучном совещании Сидят В телефоне Вот читают Я в последнее время Начала скачивать Себе какие-то книжки Не большие какие-то Произведения А рассказы больше Потому что Ну согласен Время Быстрее Прочитал И вроде И время с пользой провел Вот Может быть нам Какие-то Организовывать Вот такие Я не знаю Флешмобы Скачай себе Самарского автора В телефоне А кстати Вот опять же Хорошо Вернемся к Дню города Хорошая подсказка Дни города будет Я знаю Что МТС Будет такую делать Вещь очень интересную Там будет установлено У них Я уж не знаю Как это будет выглядеть Честно говоря Но там можно будет Скачать книги Кстати И вот они просили мне Что можно Ну там просто Это было очень быстро Там нужно Связано было с авторским правами Поэтому Там будет В том числе Вот эта книга Будет там Ее можно будет Скачать себе В телефон Читать Великолепно Так что там будет Я им отдал Энциклопедию нашу То есть у нас Такая вышла Антология Самарской литературы Которая Собрана Все наши писатели Члены союзных писателей Вот это было Пять лет назад Мы такую издавали И там О каждом писателе Несколько слов И его произведение Или отрывок Или стихи То есть небольшой Там будет эта книга Там будет вот эта книга И несколько авторов Которых мы успели С ними связаться И чтобы они права Передали Потому что там Есть тоже несложности Вот это будет Так что вы Смотрите вперед Все правильно В любом возрасте Можно стать писателем Поэтом Ну тут Сложно говорить Ну наверное в любом То есть как Господь призовет Но скорее всего Мне кажется Тут очень много Должно сойтись еще Помимо того Что призовет Нужна какая-то школа Обязательно Все равно без нее Какой бы ты ни был гениальный Без школы Без какого-то прохождения Науки Там можно по самообразованию Быть Но это Редкие случаи Такие я знаю Школа дается Все-таки ты должен быть Жить традицией И ее должен знать Знать по крайней мере Чего не надо делать Чтобы не делать лишних шагов Ты может и дойдешь До этого сам Но когда уже дойдешь Это раз И Ну Наверное Нужно все-таки Вот это Ну это опять же Дар Вот это чувство слова Ну и какой-то Жизнь и опыт Хочешь чтобы у человека Все-таки жизнь и опыт Он очень много дает Хотя опять же Вот я знаю Что многие Молодые начинали Там когда их читали Там больше старших Мне говорят Откуда у него Откуда Этому там всего 17 лет Откуда это взялось Всяко бывает Я думаю что Не надо просто Думать о том Что вот сейчас Вот я сяду И я напишу Я все время сравниваю Вот присылают Нам много присылают Рукописи И сразу там Давайте меня напечатайте Ну я говорю больше Ты петь любишь? Да Люблю Ну иди вон В хор Милослава В Волжский народный хор Возьмут тебя Да нет Я за столом пою Вот и читай стихи там же Вот Ну это все очень хорошо И похвально И это наверное Без этого Человек люди Тянутся в творчество Без этого нельзя обойтись И их нельзя В никаком случае отвергать Потому что это то творчество Которое Ну я считаю Что вообще Во-первых каждый человек Можно хотя бы По одному гениальному створению Ну вот сложилось так Вот и у него Душа выплеснулась Это может быть Рассказы Или какую-то историю Пересказать Но вот для этого Наверное должны существовать Как можно больше Литературных клубов Литературных секций Литературных студий В городе В области И наверное Было бы хорошо Если бы вот их возглавляли Профессионалы Литератур Тогда мы могли бы Больше такую связь иметь Потому что очень много Талантливых ребят Особенно в районах живет Время наше заканчивается Еще очень Да Очень хочется спросить Юмор есть? Пишут юмор какой-то? Юмор Как без юмора? Русский народ Без юмора не может Есть У нас есть авторы Которые тоже этим занимаются Смешно? Ладно юмор Надо в названии Написать Смешно? Наверное смешно Я больше читаю Пьесы читаю сейчас Там кстати тоже есть Очень хорошая Одна из пьес Была очень такая Забавная Веселая И несколько раз Я хохотал Как читал Так что это и есть Не обязательно взять Слово юмор писать Чтобы люди смеялись Надо просто относиться К жизни Спасибо огромное Что пришли Со зрителями Прощаюсь До следующей пятницы Приведите выходные С пользой и удовольствием До встречи Субтитры сделал DimaTorzok